Добрый день, дорогие коллеги! 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 Добрый день, дорогие коллеги коллеги! И мы здесь говорим не только о спасении жизни пациента во время каких-то больших кровотечений. Заметьте, я не хочу никого напугать. Понятно, что все это является предметом кривой обучения и всего остального. Но хирург, который настаивает, что торакоскопическая хирургия – это единственно правильный метод, он должен совершенно отчетливо понимать, какие вообще последствия может это принести пациенту и как это может сказаться на отдаленных результатах. Потому что, не хочу вас больше пугать этими картинками, потому что конверсия при, в частности, торакоскопических пневмоноктомиях, это работа Тодо Деми, значит, он один из самых больших опытов имел, имеет гораздо худшие результаты, чем изначально открытая выполненная операция. Но, ладно, ближайшие результаты, она же имеет худшие результаты с точки зрения выживаемости. Обратите внимание, вот на этом слайде у нас пациенты, которым выполнена конверсия, нижний ряд пунктира, имеют хуже пятилетнюю безрецидивную выживаемость, чем пациенты изначально после открытых операций. А это больные с клинической стадии первой и второй. Это неприемлемо, согласитесь. А, конечно, хирург… Конечно, частота конверсии зависит от опыта хирурга, да, и от кривой обучения. Но, представляете себе, да, вот хирург, уже прилично владеющий открытыми операциями, начинает заново себя переучивать, и себя и своих больных перекатывает вновь через кривую обучения. Чем меньше он оперирует, заметьте, тем больше процент конверсии у него. Это совершенно отчетливо показала Копенгагенская группа хирургов, известные ребята, Хенри Хансен и Рене Питерсон. Они, значит, конвертировали себя в центр большой. И очень важно концентрировать пациентов. На сегодняшний день хирургический объем центра и специализация хирурга является независимым предиктором того, что, ну, торакоскопические лобоктомии выполняются все больше и больше. А заметьте, что даже в Соединенных Штатах Америки лобоктомии иногда делают не торакальные хирурги. И дело здесь вовсе не в оборудовании. Обратите внимание, есть госпиталя, в которых торакоскопическая хирургия используется существенно меньше. И оказывается, что пациенты, у которых меньше используется торакоскопическая хирургия, это пациенты менее социально адаптированные, как вы видите, с меньшими доходами, с худшим образованием, то есть такая сегрегация получается по хирургическому принципу. Обратите внимание, что результаты лечения и торакоскопической хирургии напрямую зависят от объема хирургии, который делает госпиталь. Именно у этих пациентов при торакоскопии уменьшается время нахождения в стационаре, время дренирования и так далее. То есть получается, что большой объем хирургии является независимым фактором сокращения предоперационного койка дня, а вовсе не доступ, как предполагалось раньше. И в настоящее время, вот эта замечательная, на мой взгляд, статья Раджи, Флорес и коллег, оказывается, что торакоскопическая лобэктомия проводится в центрах с большим объемом хирургии. А что делать остальным? Они что, должны перестать оперировать таких пациентов? Пациенты в этих центрах имеют лучшие и хирургические, и лучшие онкологические результаты. Поэтому я не против торакоскопических лобэктомий, а против их бездумного применения и рекламирования как единственного прогрессивного метода. Потому что в современном мире твиттер-информирование, переход нас всех в онлайн-форматы, привел к тому, что непонятно кто, непонятно что показывают публики, привлекая на свою сторону апологетов и, главное, привлекая на свою сторону пациентов. Я считаю, что мы как сообщество должны дать четкую оценку, когда, кому и в каком объеме необходимо выполнять мини-инвазивные операции. А потом, знаете, давайте перестанем сражаться друг с другом. Здесь представлены те альтернативы, которые реально могут убить нашу специальность, нашу любимую хирургию. И я знаю, что доклады на эту тему здесь будут представлены сегодня после нас. Пока мы будем драться за выбор метода доступа, пациенты вообще уйдут. На СБРТ, на стереотоксическую лучевую терапию, на аблективную терапию. Вы смотрите, как высоко подняли голову лекарственные терапевты. Честно говоря, они уже давно могут решить многие проблемы без нашего участия. Им останется только хорошая диагностика. Вот Андрея Андреевича они позовут и скажут, давайте вы нам стадию быстренько определите, а хирурги нам вообще не нужны. Поэтому, коллеги, до тех пор, пока болезнь будет тяжелее, чем сама операция, открытая хирургия останется важной частью хирургического лечения немелкоклеточного рака лёгкого. Благодарю за внимание. Продолжение следует...